Здравствуйте! Новости из Украины. В студии работает Сергей Петренко. И далее поговорим о главном. 24 обстрела со стороны боевиков на Донбассе за минувшие сутки. На Мариупольском направлении из артиллерии 122-го калибра оккупанты обстреляли Широкино. Из минометов различных калибров толковку водяной Гнутова из стрелкового оружия Павлополь. В Марьинке работал снайпер. В Широкино боевики использовали танк. На Луганском направлении оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов в районе Троицкого. По Новоалександровке били из крупнокалиберных пулеметов. А по Сизому, Желтому из станицы Луганской из стрелкового оружия. На Донецком направлении под обстрелами боевиков оказалась Луганская, Авдеевка и район Светлодарской дуги. В течение вчерашнего дня оккупанты неоднократно открывали огонь по нашим позициям на Светлодарской дуге и близлежащих населенных пунктах из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов. В результате обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и линии электропередач. Город Светлодарск и окружающие села остались без света. Поздно вечером три артиллерийских снаряда разорвались возле школы в Луганском. Приватбанк переходит в стопроцентную собственность государства. Такое решение накануне вечером принял кабинет министра. В Инду и Минфине заявили, что акционеры Приватбанка не смогли выполнить программу докапитализации и обратились к правительству с предложением о национализации учреждения. По словам министра финансов Александра Данилюка, государство намерено продать банк, когда он полностью стабилизируется и начнет реализовывать стратегический план. Министр также сообщил, что ликвидация дефицита Приватбанка состоится в несколько этапов. Сначала до этого выпустят облигации на сумму 43 миллиарда гривен. Глава Национального банка Валерия Гонтарева подчеркнула, на инфляцию и на курс гривни эти процессы не окажут никакого влияния. С сегодняшнего дня у Приватбанки начнется переходной период. Президент же Петр Порошенко заверил, клиентам учреждения волноваться не стоит. Государство гарантирует сохранность их средств и бесперебойную работу банка. Государство берет на себя ответственность и гарантирует клиентам Приватбанка неприкосновенность и целостность их денег. В основе нашего решения спасение банка и гарантирование права собственности на свои финансовые ресурсы для всех, кто разместил их в этом учреждении. Для управления банком уже нанята новая высокопрофессиональная группа специалистов, к формированию которой уже присоединился и Европейский банк реконструкции и развития. В первую очередь новый менеджмент должен позаботиться о бесперебойном обслуживании социально чувствительных клиентов. Но в целом никто не должен пострадать от смены собственника. Для усиления защиты вкладчиков Приватбанка в качестве неотложного я подал в Верховную Раду законопроект, который предоставляет дополнительные гарантии для вкладов граждан в этом учреждении. 19 декабря самый ожидаемый праздник детворы. Утром они находят под подушкой сладости и подарки. Считается, что ночью их кладет туда святой Николай, покровитель детей, девушек бесприданного и нуждающихся. Правда, получают желаемое только послушные. Проказникам в этот день достаются розги. Про обычаи и чудеса, которые творил епископ Марликийский, он же святой Николай, расскажет Инесса Занина. Святой Николай жил в дреннем лекийском государстве в античном городе Мире. Теперь это город Демре в нынешней Турции. Славился тем, что тайно одаривал нуждающихся и творил чудеса. Например, во время похода по морю воскресил моряка, упавшего с мачты. В Украине он один из самых почитаемых святых. Первый православный храм в Киевской Руси построили именно в честь Николая Чудотворца. Первый храм, который был построен на Киевской Руси, это был храм святителю Николаю на Аскольдовой могиле, равноапостольная княгиня Ольга, в молитвенную память о своих родственниках, в частности о князе Аскольде, который в крещении принял имя святителя Николая и на его могиле построил православный храм. Его просят о чудесах, и он по мере сил исполняет желание. Особенно благоволит Николая к детям. Согласно традиции, 19 декабря в день рождения святого малышня шарит под подушкой и часто находит там сюрпризы. Правда, под подушку может поместиться не все, поэтому приходится доставлять заказы через окно. Забрасываю. Раз, мешочек и все. Главное, чтобы чулки были побольше, чтобы попадал в мешок хорошо. Я считаю, что сейчас лучшие подарки для детей – это книжки на самом деле. От сладости портятся зубы все-таки. Поэтому сладости пускаем дарят родители. Дарья говорит, трехлетний Миша развит не по годам. Может часами строить города и вести бухгалтерский учет. Его конфетами не удивишь. Поэтому на Николая и новогодние праздники подарят впечатление. Возможно, поход в дельфинарии. Возможно, поход на открытие елки, на какое-то мероприятие чисто детское. Но может какая-то мелочь игрушка, но основной удар именно на впечатление. Декабрь-январь – самые щедрые на праздники. Начиная с Николая до Рождества, люди радуют друг друга подарками и устраивают сюрпризы. Слава, например, на Новый год загадал под елку динозавр и машину. А вот к чудотворцу просьбы поскромнее. Я жду, но леденец. Без поздравлений от Святого Николая не остались и дети переселенцев. А помогли выполнить его миссию актеры и волонтеры. В театре переселенцам детям устроили настоящий праздник с мастер-классами и подарками. О сокровенной желании детей знает любовь задорожная. Пока на улице снег и мороз, театр переселенца согревает сотни детских сердец. Здесь малышей из Донбасса навестил Святой Николай. Правда, волшебный дедушка оказался непрост и появился не сразу. Так что, пойдем на поиски Святого Николая? Да! Дело в том, что мы узнали, где на самом деле живет Николай. Сегодня все дети доберутся прямо к нему, прямо к нему домой, в его комнату. И если они хорошо себя вели, тогда получат подарки. Но сначала нужно было выполнить творческие задания. Нарисовать картину, сделать аппликацию, мотанку. Процесс увлек не только деток, но и взрослых. Одной дочке 4 года, другой дочке 10 лет. Они уже мотанки сделали, теперь пришла мама. За вот такие мероприятия мы очень благодарны. Это действительно дает детям очень хорошую психологическую разгрузку. Вот, очень приятно, хорошее впечатление, хорошие эмоции. Это очень важно. Волонтеры же неустанно перевоплощали в сказочного героя каждого желающего. Мне очень нравится помогать вообще. И очень я люблю детей. Поэтому у меня такие позитивные эмоции. Я прям переполнена ими на самом деле. Так что это очень такой увлекательный процесс. И все очень здорово. Пятилетняя Софийка всего несколькими взмахами кисти превратилась в бабочку. Образ носит гордо и с радостью. Но больше все же ждет другого. Мне нравится, когда подарки дают сегодня. Подарки обеспечило посольство Германии. А представительство Бельгии приготовило малышам сладкий стол. Фирменным национальным угощением. Бельгийскими вафлями. Которые успели полюбить во всем мире. Для меня стало неожиданностью, как быстро бельгийские вафли завоевали популярность. Но что делает их такими особенными, я не скажу. Это секрет, который мы очень бережно храним. Важнее, чем угощение и подарки, для детей могут быть только желания. Ведь Святой Николай наконец найден. Теперь он готов выслушать каждого. И малыши открывают сердца. Рассказывают, как сильно скучают по родине. Бабушка, дедушка. Там живут. Вы говорите на телефон. Желание почти у всех одно. Самое сильное и искреннее. Ты что-то позвонил, что это вы не делал. Да, что вы больше не было войны. Любовь за дорожную. Ярослав Матяш. UATV. Украинский боксер Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе. В рамках боксерского шоу в американском Инглуде, штат Калифорния, он уверенно победил южноафриканца Табисом Чуну. На протяжении поединка претендент трижды побывал в нокдауне и в девятом раунде после третьего падения рефери остановил поединок. Напомним, это первая защита в карьере 29-летнего украинского боксера. Одиннадцатая победа на профи ринге и десятая из которых нокдауном. Следующий бой Александр Усик проведет 18 марта в Нью-Йорке. Имя его соперника пока не разрушается. И на этом мы заканчиваем выпуск. Пускай Святой Николай принесет мир и счастье в ваш дом, а Украине благополучие и процветание.